Привет всем! Один из плюсов моей профдеформации это то, что я делаю абсолютно обычные дела натыкаюсь на очень интересные истории потому что просто не могу заставить себя не копнуть глубже и вот я просто покупала конфеты для горла потому что зимой у меня всегда начинаются проблемы с горлом опять же профдеформация, профессиональная болезнь и вот что интересного я нашла нашла я просто купила я купила конфеты вот эти конфеты с коромоджи это такое семейство, если не ошибаюсь из лавроцветных я как-то пробовала чай он мне очень понравился, поэтому я решила купить конфеты но меня больше всего заинтересовало название производителя производитель называется Йо Мэйшу Сэйзо и вот это вот Йо Мэйшу первое я решила, что где-то это явно слышала и тем более видела эти иероглифы и я провела небольшое исследование и наткнулась на очень интересную информацию и так, что такое Йо Мэйшу в первую очередь Йо Мэйшу это бальзам на основе сладкого вина то есть Мерина может слышали про Мерин так вот он на основе этого самого Мерина и всяких разных специй предполагается его пить по утрам и вечерам понемногу то есть реально это алкоголь но это не такой алкоголь который пьют просто, чтобы захмелеть это скорее что-то типа лекарства или, не знаю, саплимента скорее наверное так это лучше назвать и вот очень интересна история этого Йо Мэйшу она начинается в 1600-х годах в Нагану по легенде, которую я нашла на сайте производителям некий старец Сокан Щеодзала спас другого старца запутавшего в местных горах этот старец прожил какое-то время у Щеодзала пока не оправился и когда он решил уже продолжать путь в качестве благодарности оставил Сокану рецепт чудесно-действенного лекарства вот этот самый Йо Мэйшу после чего Щеодзала сел на быка и поехал по горам в поисках ингредиентов их, по всей видимости, в Нагану было не так уж легко найти но он все разыскал и приготовил вот это средство Йо Мэйшу и оно получилось настолько замечательным что очень быстро стало невероятно популярно среди крестьян оно было дешевым реально работало что бонус вот такая история в ее истинности у меня есть некоторые сомнения потому что во-первых старцы, которые добывают лекарства таинственные старцы которые рецепты какие-то или тайные знания сообщают своим спасителям это классический сюжет известный мне по очень многим местным легендам не то да, у нас то хоку те же самые сюжетики тоже водятся это во-первых во-вторых этот самый Щиотзава явно был не очень простым человеком потому что уже в 1603 году а между прочим Йо Мэйшу стали производить в 1602 сам Токугава и Ясу позволил Щиотзаве использовать изображение летящего дракона в качестве трейдмарк и это скорее всего было первой торговой маркой вообще в истории Японии при этом Йо Мэйшу оставался очень локальным продуктом в Токио его не знали действительно уже до 30-х годов потом уже в 20-м веке он распространился по всей Японии был невероятно популярен причем что интересно до Второй мировой его даже рекламировали как такое хорошее средство укрепления иммунитета детей то есть детей поили вот этой вот венцом хотя это не единственное вино которым поили детей к слову сказать как-нибудь еще расскажу о тех вещах ну ладно сейчас по-прежнему Йо Мэйшу продается более-менее даже в той же упаковке ну упаковка немножко изменилась но все равно используется все так же в качестве саплимента лекарства предполагается его пить каждый день и это основной продукт который производит вот эта фирма она даже названа в общем-то буквально это фабрика по производству Йо Мэйшу но они производят не только Йо Мэйшу в основном они еще производят какой-то алкоголь именно для питья настойки травяные всякие крафтовый джин чтобы это не значило у меня сложилось впечатление что это скорее побочные продукты точно так же как бутылированная вода там мирин и вот вот эти вот конфеты которые я купила и которые мне невероятно понравились я даже не могу пояснить почему понравились и вкус вкусный и действительно очень хорошо для горла я никогда не пила Йо Мэйшу поэтому честно говоря не могу рекомендовать хотя учитывая что у этого средства уже 400-летняя история и по-прежнему покупают по-прежнему популярно то в принципе наверное оно хорошо может быть хотя бы вкусно еще вот это эти производители Йо Мэйшу пускают на свою как это сказать на свою фабрику по производству ее у меня еще можно сходить на на экскурсию погулять по их лесу он у них очень красивый вот это я очень рекомендую это интересно если будете в Японии такие вещи всегда очень интересны и очень 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 рекомендую конфеты вкусные будете в Японии покупайте но вообще я эту историю рассказала не для того чтобы прорекламировать конфеты а скорее чтобы показать как много интересных историй прячется за такими тривиальными вещами вот такая захватывающая легенда про спасение горного старца поиски ингредиентов и первая торговая марка летящий дракон я буду дальше искать интересные истории для вас но пока же пока 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 не Продолжение следует...